Так, вы познакомились с мужчиной, он вам понравился, вроде бы вы ему тоже понравились, общение набирало обороты, потом раз он и исчез. Проходит неделя, вторая, вы получаете смс-ку «Привет, как дела?» «Все хорошо, привет, а у тебя как дела?» «Да и у меня нормально тут, вот дела, работа, то все, понятно». И начинается вот эта вот болтовня, ага, да, 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 да. О чем, правда, говорить неизвестно. И многие женщины начинают мучиться и переживать. Может быть, у нас что-то получится, а может быть, он сейчас скажет, давай встретимся, пойдем погуляем в парке, а может быть, давай уже, там, не знаю, пойдем в ресторан. Я что-то значу для этого мужчины? Марк, скажите, пожалуйста, давайте будем честными, ничего не значить. Вот, по-настоящему хотите. Вообще ничего не значить для этого мужчины. У него появилось свободное время, и что-то в его головушку вползло, и он вспомнил, пролистывая свою записную книжку, либо переписку там в соцсетях или в мессенджерах каких-то, вспомнил, что есть такая-то, которой можно написать, на всякий случай. Вдруг она очень откровенно намекнет на то, что могла бы стать сегодня легкодоступной для него. Вы не ошиблись. Я вам опишу психотип таких мужчин. Это мужчины не занятые, я вас уверяю. Нет, это не мужчина, который постоянно сидит, что вы думаете, он сидит там у него, все, вот он пишет, печатает статьи, отправляет их, вот, приходят ответы в непрерывном формате. Письмо ушло туда, письмо ушло сюда, господи, у него телефон разрывается, его все рвут, переговоры, встречи, да я вас умоляю, это чудо сидит, и не знает, куда приткнуть свой член для того, чтобы почувствовать себя мужчиной. И он выбирает самую легкую добычу. Вы скажете, Марк, ну есть же исключения из правил? Конечно, есть. Конечно, есть. Бывают действительно мужчины, которые уезжают на разведку каких-то участков земли, где будут устанавливать буровые скважины, там, он может не быть связи по несколько недель, он действительно занятой, его там бизнес, проекты, но если вы интересны этому мужчине, он всегда вам скажет, ты знаешь, я сейчас уеду там на несколько дней в такое место, там недель, где вообще никакой связи нет. И как вернусь сразу, мы с тобой там созвонимся, встретимся, спишемся. То есть он как-то присутствует в вашем пространстве. Не в качестве человека, который оправдывается, а в качестве человека, который заинтересован в вас, как в женщине. Понимаете? Если мужчина вам пишет, потом не пишет, потом опять пишет, он не заинтересован в вас. Вот можно просто вот на этой фразе закончить это видео. Нет, нет, вы что? Это же не входит в планы невротической личности. Признать тот факт, что я ему неинтересен. Ну как это? Поэтому я постараюсь вписаться в тот дебильный формат, который он мне предлагает. Он появился раз в месяц, а я ему, ой, может быть мы встретимся, может быть то, может быть это. Ну так, простите меня за примуту, подмахнуло его безответственности. Ну ладно, раз подмахнуло, два подмахнуло, три. И мужчина понимает, что с такой женщиной можно общаться так, как мне хочется. А мужчине очень важны правила в общении. Мужчина вообще приспособлен к правилам. В спорте правила, на охоте правила, война правила, а взаимоотношения между мужчинами тоже правила. Везде у мужчины есть правила. Это у женщины привычка нарушать правила, а потом кричать, я девочка, мне можно. У мужчины не так. А когда женщина позволяет с собой общаться, нарушая правила, какие? Правила собственного уважения, правила личности, правила достоинства своего. Мужчина себя так и ведет. А вот если бы он появился раз в месяц, а потом пропал опять, и звонит вам, когда хочет, так как еще звонят, когда пишут, вечерами, ночами. Если бы вы ответили, ему сказали, послушай, я, конечно, все прекрасно понимаю, ты там человек у нас занятой, но, пожалуйста, не пиши мне в позднее время, это раз. А во-вторых, каким-то образом можешь мне объяснить смысл своего появления в моей жизни? Что ты хочешь? Что ты хочешь? То есть ты мне пишешь раз в месяц. Как у тебя дела? Ты так беспокоишься, как у меня дела? Я тебе сейчас расскажу, как у меня дела. Открываете календарь и рассказываете. Первого числа у меня начались месячные. Очень болезненно начались. Мучилась, беспокоилась, три раза бегала в аптеку за обезболивающими. Ночь не спала. И так было первых три дня, потом стало полегче. За это время я узнала о том, что компания, в которой я работаю, больше не существует. И мне нужно искать новую работу. А еще смена сезона и осень приходит. А у меня сапожки порваны с прошлого сезончика. Нужно подумать, как себе купить одежду. А еще мне мама пожилая, которой нужны лекарства. А еще брат, у которого в голове еще ветер, такой же, как и у тебя, который заинтересован в том, чтобы бегать от одной юбки к другой. Расскажите ему подробно, как у тебя дела. Когда в чем дела, какие дела. Конкретизируй вопросы свои. Я уже говорил как-то о том, что мужчины хотят от женщины, в первую очередь секса. Если бы вы ему сейчас сказали, я вас уверяю, вот если ваш мужчина, который не ваш, а типа ваш, который появляется раз в месяц с вопросом, как дела, чем занимаешься. Если бы вы ему сразу ответили, думаю о тебе, иду в душ, приезжай, он бы тут же был возле вас. Тут же. Почему? Потому что этот похотливый хорек только этого и хочет. Только этого. Я вам больше скажу, вот таких как вы, у него человек 30, которым он пишет, привет, как дела, что делаешь? Привет, как дела, что делаешь? Что делает мужчина? Он считывает обратную связь с женщиной и подпитывается этой энергией. Ой, привет, так рад, что ты рада, что ты написал. Вот из 30 таких будет 6. И он помнит, признают, знают. Помнит, признают, знают. А сам продолжает заниматься своей жизнью. Я к чему это говорю? К тому, что мужчина, который заинтересован в своей женщине, в женщине, которая действительно ему понравилась, он уже никуда, никогда не пропадет. Понятно, что здесь не нужны крайности. Один пропал на месяц, и его не видно, а потом появился. А второй атакует днем и ночью. Днем и ночью. Ты где? Ты с кем? Что ты? Где ты? Как ты? Поехали, пошли погуляем, поедим, попрыгаем, потанцуем. Везде должна быть золотая середина. Но вы очень явно почувствуете, что вы интересны мужчине. А страх признаться себе в том, что я неинтересна ему, и заставляет вас задавать все время эти вопросы. Как быть? Как реагировать? Да никак не быть, никак не реагировать. Это облачко серенькое пролетело мимо вас, думало в его сторону, расселось, пошла дальше. Зачем вы свою жизнь ориентируете на людей, которые появляются рядом с вами для того, чтобы просто воспользоваться? Берегите себя, цените себя, любите себя. Вообще не впускайте в свой мир вот таких людей. Они его только будут разрушать, они не будут его украшать, они не будут заставлять вас быть счастливой. Вы вдумаетесь, вот вы думаете как мужчина, а вы почувствуете как женщина. Вот появился в вашем окружении мужчина, типа или парень. С этого момента в вашу жизнь пришла любовь, счастье, легкость, наполненность, наслаждение, удовольствие, улыбка, праздник души и духа. Вы просыпаетесь каждое утро и парите. Или в вашу жизнь пришли беспокойство, тревожность, разочарование, нервы, бессонные ночи, напряжение внутреннее, скованность. Вот если второй вариант, где напряжение внутреннее, скованность, это уже не отношения, это дерьмо. Самое настоящее. Вот под этим соусом вам пытаются выдать что-то очень схожее с отношениями мужчины и женщины. Уже на первоначальном этапе. Будьте мудрее, будьте умнее. Смотрите в глубину отношений, как я себя у них чувствую, без объяснения причин. Мне плохо. Делайте выводы и принимайте решения. Все. Больше ничего не нужно. Я очень надеюсь, что девушки, которые просмотрят это видео, все-таки задумаются над тем, насколько важно быть честной с собой. Честной, не обманывать себя. Не пытаться придумывать то, чего нет на самом деле. И запомнить раз и навсегда. Вот представьте себе человека, который пошел за фруктами на рынок. Он пришел, там много фруктов. И, например, он подходит к прилавку, а там клубника. Этих клубничек там просто десятки тысяч штук. Он выбирает те клубнички, которые ему по душе, которые ему нравятся, и уходит с ними. Те клубнички, которые остаются, дожидаются своего. Итак, следующая клубничка, следующая, следующая. Вот так же и женщина, как клубничка. Когда вы встречаете своего мужчину, вы почувствуете, что это ваш мужчина. И вам не нужно будет анализировать, почему он написал, а потом пропал. Да потому что ты ему не нужна. Вот и все. А когда ваш мужчина придет, вы не будете такие вопросы задавать, потому что они у вас даже возникать не будут. Вы будете готовиться на свидание, вы будете встречаться, вы будете любить друг друга, вам будет нравиться проводить время вместе. Вот это здоровые отношения. Под этим видео есть ссылка на регистрацию, бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Проходите регистрацию. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Становитесь счастливыми, осознанными, любите себя. Вы поймете, насколько круто проживать свою жизнь, когда на первом месте вы сами у себя, а потом все остальное. Потому что как только вы обретете гармонию с собой, все вокруг вас начнет преображаться и переносить радость не только вам, но и вашему окружению. Я уверен, что после прохождения этого двухнедельного бесплатного онлайн-курса ваша жизнь станет гораздо более счастливее. Мы с вами увидимся в ближайшее время. С вами был Марк Бартон. Всем всего хорошего и пока-пока.